Как работают те, чья служба и опасна, и трудна, познакомиться с профессией полицейского поближе, предложили студентам чувашских вузов. Они отправятся в рейд с ГИБДД, совершат обход домов с участковыми, увидят, как работают кинологи, вне ведомственной охраны и службы 02. В первый день акции «Студенческий десант» ее участники побывали в экспертно-криминалистическом центре. Теперь след Петра Васильева навсегда вписан в историю, точнее в базу данных Министерства внутренних дел. По узору популярных линий можно со стопроцентной точностью определить, кому принадлежит отпечаток пальца. Такую процедуру проводят с людьми, приступившими закон, с представителями профессии из группы риска при получении документов. И Петр решил на своем примере продемонстрировать, как это работает. Пальчики никогда не снимали. Сначала даже было немного страшно, потому что, не знаю, там на базу все останется, все такое. Найдут что-нибудь еще на мне. Пока студенту волноваться не о чем. Он и сам отмечает, что полицейские у него вызывают больше чувства защищенности, нежели страха. А Наталья и вовсе с детства мечтала работать в органах внутренних дел. Сейчас она изучает правоохранительную деятельность в ЧГУ. На третьем курсе у нас была такая дисциплина, как уголовный процесс. Мы составляли уголовно-процессальные документы и как бы рассматривали, раскрывали дело по краже. И получается, на косяке входной двери мы обнаружили следы пальцев рук. И мы эти следы пальцев рук отправляли как раз в ИКЦ МВД, начальнику ИКЦ МВД. Мне было интересно как раз тогда, что за ИКЦ МВД, что там вообще происходит, как все это раскрывают, рассматривают. Вот я попала, можно сказать, желание мое сбылось. Экспертно-криминалистический центр занимается не только с лечением отпечатков. Специалисты могут идентифицировать яды, наркотические вещества, распознавать фальшивые купюры, раскрывать убийства по останкам, физиологическим жидкостям и обнаруженным на месте преступления оружии. Анастасия Алексеева, Олег Якимов, Республика.